Привет, дружище, меня зовут Шамбла, и мы отправляемся путешествовать по Моровинду, доделывать последние задания по Верет Султстеймам. Итак, в прошлой серии выполнялись задания Яни Некромант, и сейчас кто-то меня пытается атаковать, но неважно. И еще задание залечить рану или зажать рану, я не помню, как оно точно называлось, но в общем, задание было привезти в Тельмору целителей из храма, потому что здесь все болели, а госпожа Драта не хотела, потому что она неадекватная. Ну и как же серия без скального наездника? Так, что на сегодня? Открываем дневник и смотрим. Задание. Дом Радаран неизвестно, как выполняется. Имперский Религион Саприус Энтеус. Энтеус. А невозможно выполнить, потому что я как бы его убил, так как мне не хотелось, ой, как не хотелось его сопровождать. Далее. Кости Стальв Подраг. Это что такое? Ародрас из Тельмора просил меня поговорить с Кондосом на онпосту Тельбранора, поставку стальной брони. Похоже, он отправлял броню подчиненным Террану бесплатно. Так, Тельмора. Отлично. Значит, здесь надо, во-первых, поставить пометку. Бам. Во-вторых, в Тельмору. В Тельмору. В Тельбранору. Можно отправиться на корабли. Это тоже хорошо, в принципе. Так, а где здесь пристань? Я что-то подзабыл. Правда, всего лишь пару дней назад записывал Морровинд. Но, не знаю. Вот оно, пристань, все нормально. Баньки. Ну, кроме того, Тельмора это такое городок, где нечасто появляешься, поэтому... Это не Балмора. Так, значит, в Тельбранору просто так не попасть. Окей, Тельаруна находится, по-моему, на юге. Ну, давай через Адритмору. В любом случае, Садритмору тоже крупный город. Вот, наверное, через ее можно, если что, Молокмара, а из Молокмара уж 100%, даже 200% нам можно попасть в Тельбранору. Это, конечно, задание не такое очень интересное, но его тоже надо выполнить, чтобы не мешалось. Потом надо будет мне подумать, как избавиться от того задания, которое у меня просто зависло. Пам. Так, Аванпос, Тельбранору. Правильно же. Аванпос, значит, должен находиться перед входом в Тельбранору. Так. Аванпос, Тельбранор. По городу провел подчиненному. Спожи, это рано бесплатно. Гон. Годрос. Годрос. Годрос, Годрос. Тайне Годрос. Годроса случайно дома нету. Давай сразу глянем на карте. Может, есть постройка, которая изначально называется Ванпост, но чисто технически. Здесь вот где-то Сорквильдворен жил, я помню. Лачуга. Тоже Лачуга. А Ванпост, наверное, это будет типа ворот. Нет, потому что тут дальше будет только гриб, которым живет сама хозяйка. Так, Иоса Горан. Нет, созвучно он не то. Наверное, вот здесь где-то он сидит. Ну что, вперед и посмотрим. Дома такого нету. Ну и вот, я захожу в город, и никто меня не встречает. Черт подери. Что здесь есть о Ванпост? Так вот, здесь люди, я помню, стояли. Трейра и Родолен. С ней никак не поговорить, не повзаимодействовать. Это, скорее всего, квест, связанный с домом Телвань. Вот здесь ходит путаник. Это тоже можно сказать о Ванпост, но если это Ванпост, это очень печально. Не то. Хлерву тоже не то. Кстати, Хлерву очень такое известное что-то мне имя. Точнее, не имя, а фамилия. Если помнишь, кто был в Скайриме или в Обливионе с фамилией Хлерву из Дармеров, пиши в комментариях. Ну, я просто уверен, что не в Морвинде встречал. Потому что, если бы в Морвинде я бы сейчас, скорее всего, сказал, кто это. Но так как я это не хворю, значит, я не знаю. Так, это не Ванпост. Нижняя башня, верхняя башня. Может, Ванпостом будет считаться трактир? Это просто грибы. Тут тоже ничего нет. Ну, давай заглянем в трактир. Если что, я думаю, у трактирщика можно будет спросить. И слышь, а ты знаешь такого, как бы? Тут живет. Ванпосту торгует металлом. Алюминием. Так, а зачем я сюда зашел? Эх, значит, Фадеис должна мне что-нибудь рассказать. Здорово. Тома Моренов, занятия, Маид, Беренди, Гриф, Стерана, Снадобьеусиление, Мори и Нелос. И ничего такого нет. Понятно. Окей. Стражник, который тут стоит. Стой. Простите, я не говорю с людьми, которые мне не нравятся. А я обычно убиваю людей, которые не нравятся. И ты сейчас попадаешь в этот список. Ладно. Должен сказать, что в данный момент меня интересует кто-то, я не знаю кто, и где он находится, и почему аванпоста нигде не видно. Аванпост, это должно быть укрепление перед ходом в город. Да ладно, трактирщик и не знает. Это не может быть такого. Ладно, сейчас поищу, вернусь, как буду знать, с кем поговорить. И невероятное свершилось. Оказывается, аванпост. Это на самом деле вообще находится вот здесь. Пам, аван. Это нижняя башня. Стоп. Еще раз. Вот, аванпост башни. Я, как нормальный человек, думал, что аванпост как бы должен быть на входе, где-то на дороге преграждать. Но, в принципе, он, конечно, сбоку. Я как-то не разглядел. И такое бывает. Ладно. Пошли искать этого торговца. Кроме того, здесь набрел на темницу. Там тоже можно погулять. Не приставайте ко мне. Нет, он ничего особо не говорит. Вот. Продолжайте не знакомиться. В чем ваш вопрос? Ищите каких-то услуг в Тельдер-Браноре? Я по поводу поставок стали. Запас ограничен? Поставки? Я видел только два ящика, которые стоят в соседней комнате. Не верю, что понимаю, о чем говорит Родрас. Но Терайна Долен точно. Поговори с Малимой из Клаудеста. Обычно он патрулирует территорию около башни. Он давно ждет, когда пора разобраться с Терайрой. Это будет последней каплей. Поговорить с Малимой из Клаудеста. Кто это такой? Так что я записал в дневник. Годрас упомянул какую-то Терайру Долену. И посоветовал поговорить с Малимой из Клаудеста. Который контролирует территорию вокруг башни. Вокруг башни. Это стоит запомнить. Вокруг башни это значит снаружи. А ты кто такая? Рарса Ведас. Ну она дает задание Дома Телвани. Поэтому здесь как бы... Мне уже все это не нравится. Да, мне тоже особо не нравится и ловить тут нечего. Поэтому давай еще зайдем в нижнюю башню. И сходим в темницу. Просто хочется подраться. Упс. Я в дереве застрял? Нет. Или да? Вот я здесь обнаружил темницу сам внизу. И я тут почему-то не был. И тут что-то интересное на мой взгляд происходит. Например, отранах лазит просто так, что он тут забыл. Помоги. Есть какой-то сундук. Который может 65 золотых. Книга Дома Забот. И все. Я додумал. Это даже темница? А, вот. Окей. Конечно, интересно, для кого это является темница. Тут спокойно дайдра лазают. Ага, тело. Упс. Я чуть не помер. Шлем ранений. Стена сердца. Черт. Сталактит. Отойди. Мертвое тело. Мертвое тело. Простые штаны. Ботинки. Рубах. Зачем он? Но это мертвое тело в таком труднодоступном месте лежит. Непонятно. Шлем ранений. И доспех тоже весьма сомнительного качества. И, опять же, все очень быстро закончилось. Очень странная темница. Но, с другой стороны, если это темница, и ты просто сюда скинул какого-то заключенного, без одежды, ну, во всяком, рванье, без оружия, то раз-два и заключенного больше нет. Не надо никого содержать, кормить. С заключенным все уже будет решено. И дайдер будут довольны. Дай пройти. Да я оставлю тебя в покое. Дай мне только пройти. Ну, ты что, издеваешься, что ли? А, я в... Куда я улетел? Ай. Нет, он не хочет. Давайте не пройти. Ладно, левитирую и там выйду. Наверху. Вниз. Вверх. Оставьте меня. Да с удовольствием я вас всех оставлю. Дай я пролечу как-нибудь. Опаньки. Все, ищем этого Малима. Ты не Малима случайно? Нет. Не Малима. Это тоже не Малима. Я к нему подходил говорить. И она... А может мне просто сразу ее грохнуть как бы? Ну, Малима, наверное, мне тоже предложит какое-нибудь адекватное решение. Но что-то мне хочется как бы разобраться побыстрее, потому что этого Малима еще и ищи. Так вот, кто-то идет еще. А нет, это опять двое друзей, с которыми я уже общался. Правильно? А, не, стоять. Ой, чужеземец. Хочешь заработать немного золота? Позабоись, я утрой ранний долен для меня. Она такая зануда. Но госпожа-то ранний не позволит мне покинуть башню, чтобы позаботиться о ней. Не позволяй ее головорезом одурачить тебя. Их доспехи впечатляют, но сами они довольно слабы. Убей, трерай-мудролен. Я заплачу тебе тысячу монет. А Малима из Клоудреста предлагает мне тысячу золота за убийство. А вообще... Для начала, конечно, интересно, а зачем эта трерай-мудролен тут образовалась? Давайте с ней поговорим и спросим, а что она тут вообще делает. И можно ее взять на превью вместе с ее спутниками. Карта, уйди. Эй, может, ты на меня хотя бы посмотришь? Нет? Уходи. Я понял. Она смотрит на Куна. Так, ну, наконец-то. Ну, можно как-то вот так. Кстати, я никогда не замечал, что у посоха здесь еще лицо есть. И такой ракез. Так, ладно. А, трерай-ра. А у меня есть для тебя маленький совет, чуждемец. Что за совет? Не вмешивайся в то, что не касается тебя, чуждемец. Между мной и тараной. Мне нужна помощь. Я спрашиваю себя, настолько ли вы нравитесь, что говорить об этом. Ладно, я тысячу монет тебе дам. Если что, я тебя убью и заберу их. Ты найдешь ее в комнате таранной верхней башни. Самый простой способ туда попасть через северный вход. Я спрашивал, а что между тобой и тараной происходит, а не волшебники? Ну, как бы, она не говорит, что она хочет от тараны. Я, в принципе, тоже не знаю, что она хочет от тараны. И никакого способа это решить иначе, как я понимаю, нет. Она знает, где тарана находится и что. Давай я тебе дам еще тысячу монет. Может, ты что-нибудь мне еще скажешь. Нет, ну, что тогда? Бам. Бам. Я хочу просто массовый взрыв. Ну, кого-то грохну. Да, выхода нет. А мне за это штрафы не дадут, кстати. Не, штрафы не дают, это замечательно. Ну, пока. Ой, как я не люблю махов, которые отбегают. Я все вспоминаю об Ливио, где в каждых руинах был мах. Ты к нему подходишь в ближнем бою, и он от тебя улепетывает. Хотя в Скориме, в принципе, так же, по-моему, было. Но в Скориме, по крайней мере, такого количества здоровья у магов не было. И если ты силен, то ты их довольно-таки быстро убивал. Я вспоминаю об Ливио, там были зомби, которые просто их месишь в минуту. Всякие гоблины, у которых здоровье просто-то куча, неизвестно откуда. У гоблинов миллион здоровья, чтобы его бить полчаса. Да, это было жестко. Так, ну, в общем, как и было сказано, у них особое снаряжение интересного я не наблюдаю. Так, есть топорик. А, такая ерунда. Можно у нее забрать посох. Две тысячи моих же монет. У нее даже не зачарованный посох оказался. Ну и поговорим сейчас с этим молимой из чего-то там. Молима можно определить по топору. Он у него зачарован. Так, это кто ходит? Да, вот топор. Стоять. Отлично, вот через землю. Я могу доложить своей госпоже, что Террайдер Адален больше не помеха. Я упомяну твое имя. Наверное, того-того стоило. Вот твое золото и моя благодарность. Террайд Адален убит о мной. Марима из лоудреста заплатил мне тысячу монет. А это как бы решило задание? Нет. Ну, я устранил. Теперь опять нужно поговорить с Годресом. Карта, вернись. Я, правда, не понял вообще, как эта Террайдер Адален связана с поставками и чем она им мешала. Очень мутная история. Причем сама Террайдера могла бы и рассказать, что происходит, и, возможно, бы я принял ее сторону, так как она ничего не сказала, но извини. Я не знаю, что ты хочешь от Терраны, ты мне ничего не говоришь, зато про тебя говорят и за тебя денег предлагают. Но тут очевидно. Темное, с таким снаряжением редкое зрелище. Да, очень редкое, но я выполнил задание. Я ведь уже сказал, поговори с Малимой, с Клоудрестом. Я что-то не понимаю, или что-то странное происходит. Я с Малимой же поговорил. Запас ограничен. Это так должно называться? Я просто сейчас протеку все диалоги. Ну, мне заплатили тысячу золотых, и что? По всей видимости, это как бы не работает, наверное. В общем, я загуглил. Да, да, да. И это, оказывается, квест из мода. Но, судя по тому, что он какой-то странный и непонятный, это прям очень-очень непонятно. Так, далее. Лариус Вару рассказывает маленькую историю. Я раньше проверял, это тоже какое-то невыполнимое задание. Я не знаю, почему и как он не работает. То есть, давай отправимся в... Где он сидит? По-моему, в форте около Балмора. Да, это около Балмора порт. Какой порт? Форт, отправляемся туда. Итак, я с тобой попал внутрь форта. Тут у нас обитает один легионер с очень красивым мечом. Я все думаю, как его... У него увезти. И вот он, по-моему, Лариус Варо. Расскажи мне маленькую историю. Твою такую недовольное лицо можешь тоже в превью добавить? Возможно. Не думаю, что мы знакомы через где-нибудь. Я Лариус Варо очень могу помочь. Ты можешь мне помочь тем, что ты расскажешь мне маленькую историю. То есть отношение с Тон должен рассказывать абсолютно все. Я и раньше протыкил вот так все вопросы, задания. Но... Чего? Злодей? О, злодеи. Это Коммуна Тонг. Мне показалось, что все это знали. Их преступная организация. К сожалению, мне неизвестно, кто является членами Коммуна Тонг. И никто мне не может сказать, потому что я офицер. А это нарушение кодекса рассказывает что-то офицеру. Но члены Гильдии Варов ненавидят Коммуна Тонг. Если бы вы спросили у них, они бы с радостью рассказали, кто такие злодеи и где их найти. Да, я знаю, где найти этих злодеев. Вот сейчас я не понял, почему это сработало. Потому что раньше я миллиард раз к нему подходил. Но не миллиард, но раза два-три и такого не было. Ну что, пошли в Балмору. В принципе, можно не спрашивать у членов Гильдии Варов, потому что и так я знаю, где они находятся. Потому что с ними уже контактировали, конфликтовали. Но давай посмотрим, что в Гильдии скажут. Откуда вот берутся эти видящие, хотя Дага Тур уже побежден. Если знаешь, откуда они берутся, пиши в комментарии. Может, Нарварин не до конца его победил. Но с учетом того, что во время событий Скайрима вообще бахнула Красная Гора, то если Дага Тур каким-то чудесным образом и выжил, вряд ли у него что-то осталось. Пам. Здорово. Знаешь, кто такие злодеи? Нет. Может, они из Гильдии? А ты знаешь злодеев? Хабаси, ну ты-то скажешь мне, кто злодей? А может, кому на тонах должен звучать диалог? Нет такого что-то, не вижу. Кайкасадос вот и есть. Чего? Почему это не работает? Гильдия воров не хочет делиться своими тайнами. Вот кому на тонах. А в клубе совета. Ну, собственно, до этого я и так знал, но я думал, мало ли будет что-то интересное еще рассказано. Ладно, врываемся и просто всех уничтожаю. Как же у меня медленно восстанавливаются маги. Ты посмотри. За мага играть, не знаю, мне совершенно что-то не хочется. Здорово, Дадмир Арано. Ты из команды тонах? Я ничего тебе не скажу, проваливай. Извини. Я провалил. Так, лунный сахар. Честно говоря, лунный сахар мне не хочется брать просто из-за того, что все торговцы потом каким-то образом заглядывают в мою сумку и говорят, О, у тебя лунный сахар, я не буду с тобой торговать. Здорово, ты из команды тонах? Да. Ты умрешь. Умри. Да я жив. Тоже ничего интересного у них нет. В общем, уничтожим сейчас все отделение команды тонах. Устроим такую резню в Балавикине, но нет, резню в клубе Совета. Если знаешь, кто такой мясник из Балавикина или читал книги про Ведьмака, ставь лайк, оставляй комментарий. Я знаю тебя, ты Миринель Тандас, отъявленный преступник. Послушай, я не хочу никаких проблем. Но ты пугаешь меня, я не могу думать, когда напуган. Теперь ты умрешь. Предлагаю снова их магии всех уничтожить. Умри. На меня донес. Кто на меня донес, что я тут устроил просто невероятные вещи? Мне уже все это не нравится. Она... Да, она меня обучает. Погоди-ка ты. Окей, я давай тебя очень вежливо убежу, что со мной говорить надо. Она вор. Конец тебе. Ну, раз она здесь и находится, здесь все связаны с коммонатонг, поэтому делаем так и... Ну, что поделать. Такова ее судьба. Вроде это воровская гильдия, а что-то ничего ценного не видно. С другой стороны, если посмотреть на места, где базируется гильдия воров, там тоже ничего интересного нет. Прямо как будто не доворовывают. А если доворовывают, то куда все девают? На штрафы может. Дверь, за которой есть еще дверь. Атаке какаши с маской его бы одобрил. Такую дверь. Дверь. Еще. Так, смотрим, что тут есть. Кинжальчик. Ха-ха-ха. Ни за что не возьму. Тоже ничего интересного. 200 золотых, окей. Так. А, это путеводитель. Я думал, какие-то приказы будут особые или что-то интересное. 30 монет. Выпивка. Ну, вот выпивку я бы просто отдельно посложил, чтобы, если что, можно было прийти, взять и использовать. Потому что в Морровинде выпивка, она просто... Да это небывалое усиление. Так, теперь нужно снять штраф, пока ни один страшник не пристал. Интересно, а сколько штраф? Репутация 136 тысяч. А еще так много? Да, вот тебе 3000. Теперь пошли в форт. Расскажем Ларию Суваро, что кто-то устроил бойню. Я, конечно, не знаю, кто это сделал, потому что, ну, как бы он офицер, и все же... Наверное, офицеры должны соблюдать законы даже дома Хлаалу. И в случае, если они знают преступника, должны рассказать, выдать. Наверное. А потом в доме Хлаалу взятка сюда, взятка туда, и на самом деле они сами упали на вилки в таверне. И никто их не убивал. А то, что у них нет рук, голов, и вилки разные бывают в наше время. Что вы говорите? Я говорю, что там была резня. Как это сложно. Ну вот я ему... Я не знаю. В общем, еще один квест, похоже, завидший. Нападение Темного Братства. Вроде как связано с другим дополнением Трибунал. Поэтому его пока я трогать не буду. Напиток Малси Хедролэ. Три меры слез корпуса, две кожи, четыре сердца доедра, кусок мяса Дургзога. А также десять мер ниртовой цветоножки. Что такое Дургзог и десять мер ниртовой цветоножки, я без понятий никогда такой не встречал. А в будущем предлагаю, если встретится алхимик, внимательно посмотреть, нету ли такого. Огонь от Нотанаби будет так и висеть. Пропавшие шкуры. Масура Атулиус. Нужно сходить за вознаграждением в Тель-Арун. А Тель-Арун у нас где? Тель-Арун, Тель-Арун. Тель-Арун, по-моему, это такая башенка рядом где-то вот здесь. А даже около Садритмора. Хорошо, можно будет еще заглянуть. Это как зовут? Что у всех шкуры воруют? Тель-Арун. Опять же, сходить за наградой. Кстати, а в Тель-Арун у меня есть Возврат. Давай заберем награду у подруги. Еще раз, как ее звали там? Бервен. Окей, Бервен, подруга. А у Бервен может есть свой домик? Завет. Партниха. Нона. Аптекарь. Ммм, да уж, да уж, да уж, да уж. Лила и Лето. Целительница. Лиет. Аптекарь. Нона. Кирста. Элеган. Завет. Может здесь? Нет, это уже пошел ВОЗ. Ох уж эти поиски. Тем более, награды, ну сколько мне дадут денег? Ну, может сотню-другую. Может, Бервен где-то тут сидит? Это должно быть очень важным. Самая беда, что про нее не спросить. Может ты, Бервен? Нет? Да, я ищу кого-то конкретного. Может она расскажет таким образом про Бервен. Бервен торговка. А я что-то не понимаю. Как я не нашел ее дом? Если она торговка. Портниха. Кирста. Нона. Да, действительно. Я не знаю, каким образом, но я это не вижу. Так, где у нее тут дом? Запутаешься в этих корнях. Так, где-то вот тут. Левитейшн? Наверное, да. Здорово, Бервен, я за наградой. Ага, мой старый друг, Герит. До меня отошли слухи, что недавно вы ему помогли выпутаться с какой-то серьезной передряги. Какие-то проблемы с парочкой шлендеров, так? Они так и ничему не научились. В любом случае, благодарю вас. Я тоже вложила деньги в эти шкуры. Если бы Герит не смог продать их, мое финансовое положение очень сильно пошатлывалось. Вот, возьмите это в качестве вещественного выражения нашей благодарности. Кольцо роговой руки. Какой руки? Отнять силы. Нет. Задание пропало? Да. Теперь Тулиуса нужно отправиться в Телерун. В Телерун давай через Садритмору. А нет, в Телерун можно и так приплыть. Я что-то подумал. Мало ли в эту башню нельзя приплыть. Там порта нет. Путешествие в Телерун. Ужей. Стентус Тулиус. Стентус Тулиус. Подземелье. Нет. А Трам. А давай сначала спросим про кого-то конкретно. Потому что, возможно, я даже читая надписи, не вижу про кого-то поговориться. Это Путник. Путник, наверное, ничего не знает про здешний город. Метро. Ты не знаешь про Стентуса Тулиуса, кстати? Кто-то конкретный. Определенное место. Нет. Ничего такого не говорит. Но это явно не Стентус Тулиус. Стентус Тулиус, если он живущий человек, то он и Перец. Явно не Орг по имени. Так, эти орки все охраняют здесь рабов. Ты похож на Стентус? Привет. Отлично. А чем поговорим? А поговорим о шкурах. Ай да, мой сын рассказывал, как вы помогли ему с этим делом. Очень мило с вашей стороны. Я знаю, что эти... Вы сэкономили ему кучу денег. Вот возьмите это в качестве награды. И еще раз спасибо вам, мой друг. За 200 монет пришлось переться непонятно куда. И, наконец-то, список всех... Какие заклинания? Задания на одной странице. Есть еще задание. Сбежавший раб. Но это очень жесткое задание. А все потому, что этот раб... Этот раб, где у меня сейчас находится? Не знаю, зачем я левитацию прочитал. По-моему, он находится в лагере... В лагере Ирабименсунов. Если я все правильно помню, из лагеря Ирабименсунов этого раба нужно депортировать в Эбенгард. Вот, то есть, ты понимаешь, вот такой вот путь преодолеть с спутником. У меня есть подозрение, что если я с ним поплыву, например, в какой-нибудь ближайший город, или использую сил страйдера, он, скорее всего, со мной не поедет, как мне кажется. Поэтому это задание я не желаю выполнять. В общем-то, все. То есть, вот это нужно будет скинуть каким-то образом. Это тоже. Это тоже. Тут зависло. Тут зависло. Мал Сахредерален когда-нибудь. Анотнамбе и так же не завершается. То есть, в следующей серии будет он. Салтстейм. Ну, и прощай, Варденфелл, возможно, ненадолго. Мало ли, задания в Солстейме окажутся связаны с Варденфеллом, и нужно будет тут с кем-то общаться, взаимодействовать и так далее. Ну, а сегодня спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok